Обыкновенное утро в американской деревне. Выходные. У сына утренняя пробежка. Муж уехал на рыбалку на кемпинг на север. А у меня осенняя уборка при усадебном участке. Друзья, вы на канале Интересен Лайв. С вами Наташа и Юра с Детройта. Осенняя обрезка винограда, гортензий. Теревенский ужин. Рогалики с вишней, а также гороховый суп. Пишите, кто также любит гороховый суп. При осенней обрезке винограда нужно обрезать все молодые побеги, лозу, а оставить только ту, которая деревнела. Срез должен быть гладкий и ровный, без задиров. Без обрезки виноград вырождается и течает. Это дело не из легких и лучше всего обрезать лозу секатором. Самое лучшее время для обрезки это после первого мороза. Когда куст переходит в фазу покоя, обрезаю все молодые зеленые побеги, а оставляю только старые коричневые. Обрезка винограда занималась еще с детства. Каждый год к бабушке ездила и обрезала ее виноград. Многие делают обрезку весной, но осенью намного лучше и удобнее. Весь обрезанный материал в деревне мы сжигали, но здесь запрещено. Америке мусор сортируют. У нас забирают три вида мусора. Пищевые продукты, пластик, ресайкл, а также компост. Отходы с приусадебного участка. Трава, растения, обрезка кустов. И все эти отходы, компост складываются в специальные бумажные пакеты. А также листья с приусадебного участка. Ветки обрезанные. Их также нужно обязательно распылить на маленькие части. Городские жители не собирают листья в пакеты, а выдувают листья на проезжую часть. Их уведомляют в какой день. И по дороге проезжает специальная машина для уборки и собирает эти листья. В этот день нельзя парковать машины на проезжей части. Если вы оставите свою машину, вы получите тикет, получите штраф за это. Обрезанные растения и кустики выносят в таких вот пакетах бумажных. А листья просто сдувают на проезжую часть, по которой проедет машина и соберет эти все листья. Так что у городских жителей даже в Америке есть привилегия. А у нас, деревенских жителей, нет такой привилегии. Нам приходится самим эти листья сдувать, собирать в куче, потом мешки. А потом это все выносить на проезжую часть, чтобы забрали это все. Штат Мичиган, это северный штат Америки. У нас холодные зимы, но очень длинная осень. Теплая и длинная осень. Смотрите, уже конец ноября, а на некоторых деревьях листья еще зеленые. Ну а я продолжаю обрезку винограда. У нас еще достаточно тепло. Днем виноград температура поднимается до 15 градусов, но ночью уже 5 градусов только. Днем виноград. До встречи. Днем виноград. До встречи. Юра уехал на рыбалку с другом. Это, наверное, их уже последняя осенняя рыбалка. Но на днях мы еще успели обрезать гортензию белую. Осень. Деревенская жизнь в Америке. Уборка территории. Уборка приусадебного участка. Юра уже забрал заборчик. У гортензии. Будем обрезать гортензии. Хост уже обрезали тот раз. Может, на следующий год используем, может, другой придумаем что-то, да? Скорее всего, другой. Они будут плохие уже, правда? Они умерли на марте. Ну. Посмотрим. У магнолии листья уже поджелтели. И уже бутоны на первые цветки готовы. Смотри. Как классно. У нее в этом году у нас было даже три цветка. Поздним летом. И белая уже потеряла листики. Она первая цветет у нас. Самая первая. У нее в этом году много бутонов. Каны нужно выкапывать. И чистить виноград. А как красиво было еще неделю назад. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! На этой маленькой арке я уже почистила виноград, а сейчас татом обрезаем гортензии, это розовые гортензии, но они у меня никогда не цветут, соседка мне говорит потому что я их обрезаю под самый корень, но у нее убирает компания и они не обрезают гортензии розовые, также они удобряют гортензии специальным удобрением, но цветут эти гортензии также у соседки очень плохо, мне кажется что им не хватает дневного света, здесь дом делает тень и поэтому света очень мало у них. Возле водоема с рыбками у центрального входа в дом у нас большой красивый куст розово-мечельчатой гортензии и она всегда красиво цветет, там очень много света, а здесь он не попадает, наверное поэтому они цветут, друзья пишите у кого розовые гортензии и цветут ли они у вас и как вы ухаживаете за ними. Кто впервые у нас на канале, у нас интернациональная семья, я с Украины, мой муж с России, с Тамбова. В 19-й год мы живем в Америке и полтора года назад к нам переехали мои родители с Украины. Если вам интересно как прошла их адаптация, то я вам скажу что очень легко. Два года до этого переехала наша племянница с семьей, у нее двое маленьких детей и мама часто к ней ездит, помогает ей. Мы путешествуем с родителями, были во Флориде, ездили в Чикаго. Этот первый год была такая радость, эйфория встречи, знакомство с новой страной, а сейчас я вижу что они затасковали, даже очень затасковали. И после выхода на пенсию они также переехали в деревню, то вот такая деревенская работа, деревенская рутина делает их немножко такими вот хоть счастливыми, нужными. Они забывают себя в этой работе, радуются уборке территории, уборке приусадебного участка. Мама любит цветы, сад, огород и такая работа им в радость. Мама любит цветы, сад, огород и такая работа им в радость. Столько воробьиных гнезд. Зарано все-таки, наверное, обрезали гортензию, она еще могла стоять недельку-две. Ну просто уже скоро морозы, потом эти листья упадут и тяжело будет обрезать. А те, наверное, еще оставим. И вистерию еще нужно обрезать. Работы, конечно, очень еще много. Мы всегда раньше вот эти ветки просто выкидывали в мусор. Компаст. А Тата разрезает по-хозяйски, чтобы много места не занимало, да? Все режет. У нас этих мешков получалось, наверное, около 20. А в этом году уже поменьше. Тата все режет, трамбует, упаковывает. Вот такая жизнь у него в Америке. Цветочная. Спрашивали, скучают ли они за домом. Тата, скучаете за домом? Скучно. Конечно. За домом завжди скучают люди. Да. Но здесь вам хорошо, да? Или плохо? Как бы не было хорошо, но дома лучше. Вот. Как бы не было хорошо, а дома все равно лучше. Это точно. В родном доме и голые стены греют. Такой главный помощник пришел. Сейчас работа быстро пойдет. Все втроем управимся. Юра у нас на рыбалке. С Олегом. А мы... Что добытчик? Да, добытчик. А мы уборчики. Убираем территорию. Готовимся к зиме. А у нас такая погода. Но уже куртки нужно одевать. Не знаю, как там у Юры. Говорит, что нормально. Но там еще попрохладнее на севере. А куда еще? И пошла спочатку там до одной такой укропи. Ага. Не, втрою. Втрою у нас. Кострожинка. Что я буду помогать? Я буду помогать. И присела на вухой типовой. Листья мы сначала сдуваем в кучу, а потом собираем уже в мешки. Я буду помогать. Спасибо за субтитры. Продолжение следует... Продолжение следует... Приехал на выходные работать в ресторане. Весь день учился. Полдня в пятницу учился. До 12 часов работал в ресторане. Утром проснулся. Сколько ты километров пробежал? 5. 5 километров пробежал и уже собирает листья. И через полчаса ему на работу. Такая трудяшка. Спасибо за помощь. А мама говорит, не нужно, Артемка, отдохни. А та-то бы сказала, работай, работай. Поэтому мальчишек должны воспитывать не мамы, а папы. Вот папина воспитание. Какой еще щавель хороший. Наверное, сварю зеленый борщ. Мама не хочет на кухне сидеть. К нам пришла. Мама любит такую работу. Тата смеется. Она так же, как я, так как она. Я живу огородами, цветами. Мамуля, покажи личико. Бульчитай. Бульчитай. А я пришла этот виноград уже обрезать. Еще листья есть. Наверное, сока много потеряет. Но у нас уже будет холодать. Еще несколько дней уже передают морозы. Ой, какая красота. Даже не хочу обрезать. Так еще красиво. Немножко обрезала в середине. Так красиво еще эти листики смотрятся. Так жалко обрезать. Но на следующей неделе уже Юра будет украшать дом. Поэтому вот уже половину обрезала. Хотя, с другой стороны, как бы жалко. А потом обрежешь так красиво, уже так осенью чисто смотрится. Уже хочется осенью на огороде порядка. Вот такие ветки я оставляю. Я еще вот такие, они старые. Когда он был молодой, я их пустила до самого конца. И всегда их обрезаю. Иногда оставляю несколько молодых веток. Вот здесь немножко просвет. Нужно раздвинуть. Ветром сдвинуло ветки. Нужно еще все убрать. А с листьями, конечно, еще месяц, их даже больше будет работать. Не могла выкинуть всю лозу. Вплела с нее, конечно, веночек. Шишки потом еще наклею. И будет такой зимний веночек. Декорация такая будет для дома. Не знаю, похоже листья как у ириса, но это не ирис. Он не цветет. Или это декоративный ирис, не знаю. У Люды взяла. У нее такая красивая дорожка в дом была. Вся высажена вот такими ирисами, вот такими листьями. Это уже третье место. Он, конечно, уже второй год у нас и никак не может разрастись, потому что я все никак не найду ему места. Там его не видно и решила посадить его вот здесь. Здесь такой у нас камушек красивый. Он уже зашел в землю. И здесь посадим эти ирисы. Но это с Флориды, ракушки наши. Ну а здесь у нас маленький новый проект. Расширяю немножко клумбу. Срезаю траву. Потому что негде садить пионы. Хочется вот заезжаешь во двор, и что пионы было видно, как они цветут. Есть немножко и сзади на огороде. Вот выкопала пионы. Уже какие бутончики весенних цветов уже всех бутоны. Уже даже видно персики, какие будут цвести, яблони. На магноле уже такие хорошие бутоны. Сейчас посажу здесь. И на следующий год они, наверное, красиво еще цвести не будут. Посадим здесь. Чтобы когда заезжаешь во двор, было видно красивые пионы весной. Вот. И постоянно какие-то вот такие проекты. Не знаю, что еще Юра скажет. Привет, с рыбалки. Потому что ему придет это все заканчивать. Здесь же нужно бордюрчик докупить. Потом еще сверху мало чем нужно посыпать. Вот этими деревянными стружками. И потом еще обложить камушками. И здесь, наверное, вот эту всю траву нужно срезать. И сделать заборчик подальше, бордюрчик подальше. Потому что он врос в траву и уже некрасиво не видно. А кленчик наконец-то у нас покраснел. У нас сосны солнце не пропускают. И он наконец-то загорелся. Загорел багряный клен. Вот такая уже чистота у нас. Еще вистерию нужно будет обрезать. Нужно, наверное, в следующей неделе уже Юра обрежет. Иканы Юра уже выкопает. И здесь уже заметаем. Куча мешков у нас. Уже виноград обрезала. Тата с мамой идут на прогулку с собакой. А я на кухню. Поставила тесто дрожжевое. Сейчас сделаю рогалики. Завишни мы ездили на американскую ферму. В первом закрепленном комментарии я оставлю ссылочку на это видео. Если вам интересно, посмотрите его. И так же варю гороховый суп на свиной косточке. Завтра Юра вернется с рыбалки. Как раз будет вкусный гороховый суп тепленький для него. Ароматный, сытный, вкусный гороховый суп. Приятного вам и нам аппетита. Друзья, спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Мира, всем счастья, любви, добра и всего самого лучшего.